На прошедшей неделе «Справедливая Россия» презентовала свой новый проект – онлайн-платформу «Человек против системы». Она поможет не просто принять участие в выборах «Человек против системы», это дискуссионная площадка для любого, кто неравнодушен к решению региональных проблем. Об эффективных формах инфополитики в мире активно развивающихся социальных медиа далее в прецеденте. По итогам масштабной избирательной кампании этой осенью в Новосибирской области предстоит выбрать свыше 5000 депутатов от поселкового уровня до Законодательного собрания. «Справедливая Россия» предоставляет возможность выдвинуться на выборы любому. При этом партия не рассматривает проект «Человек против системы» как исключительно выборную историю. У нас там будет общественность, которые могут зарегистрироваться, рассказать о своих проблемах, выступить со своими общественными инициативами. То есть такая самогенерирующаяся социальная система – это такой пример актуальной политики, если хотите, сетевой демократии. В сегодняшнем политическом пространстве традиционно присутствует жесткая вождейская модель. При этом общество объективно обогнало подходы к работе с избирателями, которые демонстрируют гранты российской политики. «Революционность, авангардность платформы заключается в том, что мы выступаем не как вожги, а как организаторы политического движения. То есть наша задача от политики авторитетов – перейти к логике автора. Автора новых идей, автора новых общественных инициатив. Это такая платформа, где ты сам себе губернатор, сам себе президент». «Человек против системы – настоящая революция участия, когда о своих выборных амбициях или желании что-то изменить к лучшему может заявить любой человек. Для этого достаточно зарегистрироваться, указав фамилию, имя, отчество и телефон». После регистрации участник проекта получает собственную страницу на сайте справедливыйчеловек.рф. С момента регистрации участник выполняет простые задания. По итогам каждого задания участник получает листовку, после социальных сетей – видеоролик. Каждый участник сможет сформировать список своих сторонников, которые поддержат его на платформе справедливыйчеловек.рф, а затем и на выборах. О конкретной проблеме своей территории могут заявить как участники проекта, так и любые неравнодушные граждане. Собранная проблематика войдет в предвыборную программу партии «Справедливая Россия». «Это будет простой прозрачный социальный лифт для любого человека с любой деревни, с любого села, для того, чтобы он мог осветить проблематику, которая, может быть, не видна депутатам. Записать видео, чтобы мы обратили внимание, чтобы мы посмотрели на проблематику. Может быть, депутатский запрос сделать, может быть, депутатский фонд на него направить». Информация, аккумулированная на платформе «Человек против системы», должна стать дорожной картой для депутатов при решении региональных проблем. При этом современная онлайн-платформа – не единственная возможность стать участником проекта «Справедливая Россия». «Конечно же, если люди в возрасте, которым, наверное, сложно это будет, мы будем помогать, конечно же, чтобы они туда интегрировались. Это не догма, что нужно вот только так и все. Но век информатизации – это простой и удобный способ для того, чтобы кандидат показал, что он хочет и с чего-то начал. Можно быть сторонником, можно просто выложить видео о проблематике у себя во дворе. У меня не убирают снег или не чистят улицы, и мы будем пытаться решить эту проблему локально». Регистрация участников проекта, которые хотят выдвинуться на выборы, продлится до конца июня. Этот дедлайн продиктован рамками избирательной кампании. Однако работа платформы не закончится и после дня голосования. В целом «Человек против системы» – это пример актуальной сетевой демократии. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова